Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, как? Добрый вечер! Добрый вечер! Продолжаем серию прямых трансляций под условным названием «Оправда ли что?», в рамках которых наши уважаемые эксперты опровергают или наоборот подтверждают те или иные ваши исторические сомнения. А с той лишь разницей, что мы избавили наших подписчиков от необходимости предварять свой вопрос обязательной фразой «Оправда ли что?». Напоминаю, что чат на канале Радио Аврора доступен только для наших спонсоров, которым я, как и всегда, выражаю искреннюю признательность за финансовую поддержку. Только благодаря вам такие передачи выходят в свет. В случае, если у наших спонсоров будет иссякать фантазия или вопросы будут просто откровенно неинтересны, и вопросы будут засчитывать с персонального канала Евгения Юрьевича, куда, соответственно, вы также можете оставлять свои вопросы в чате. Начать, Евгений Юрьевич, хотелось бы с формата, который в некотором смысле в современной прессе уже несколько забыт, к нам стали приходить письма. Причем, в общем-то, это уже третье письмо, и уже третье письмо, и все они адресованы исключительно вам. Ну да, первое я вам уже отсылал по поводу литературы, которую вам хотели прислать. Одно было несколько нравоучительное, поэтому мы его пропустим. А вот письмо от Базунова А.И. из Красногорска позволю себе приобщить к делу. Собственно говоря, подписчик наш сокрушается о том, что в исторической науке нашей наибольшее внимание уделяется трудам 3К Рамзина, Ключевского, Костомарова. Кстати, пишет подписчик, в полном курсе истории России Евгения Юрьевича, в ссылках на источники к соответствующим разделам, он также не упоминает Соловьева Сергея Михайловича. А правда ли что, задает вопрос подписчик, что существует некая табу на упоминание Соловьева и с чем это связано? Слушайте, вы знаете, у этого человека какое-то абсолютно ложное представление об отношении современных историков ко всем упомянутым предшественникам, то есть к Рамзину, Костомарову, Ключевскому и Соловьеву. С чьей-то он взял, что у современных историков какой-то особый пиетет к этим 3К. Такого нет абсолютно. То есть есть, конечно, пиетет, но пиетет с точки зрения того, что эти историки действительно оставили заметный след в развитии отечественной исторической науки на определенном этапе ее развития. Я вот это хотел бы особо подчеркнуть. Именно речь идет об определенном этапе развития отечественной исторической науки. И никто Соловьева в утиль, конечно, не сдает. Более того, Соловьев является неким таким камертоном, что ли, по которому многие историки проверяют те или иные исторические события и даты, и ход этих событий. Вот ему надо отдать должное, что он, пожалуй, как никто и другой, в ходе написания своей истории, а я напомню, что это 29 томов, он каждый год на гора выдавал по одному тому и писал свою историю до конца своих дней. Если бы он прожил чуть больше, условно говоря, то он бы, конечно, эту историю написал до своих, что называется, дней, то есть до 1880-х годов. Насколько я помню, он был 1820-го года рождения, а скончался он в 1879-м году, по-моему. Если мне не изменять... Все верно. А? Все верно. Да. Так вот, до последнего своего вздоха он, что называется, работал над своей историей. Он довел ее до середины, там, второй половины 18-го века, а уже за бортом осталась, как бы, конец 18-го века и вся первая половина 19-го века. Вот. Потому что для своего времени его история была наиболее подробна с точки зрения фактологии, количество персонажей и так далее, и так далее. Карамзин, как его называл Пушкин, Колумб российских древностей, Колумб, в смысле, открыватель российских древностей, конечно, был знаковой фигурой. Но Карамзин давно уже стал скорее экспонатом, что ли, историографии. К карамзинским трудам, как таковым, никто из современных историков уже давно не обращается, потому что его концепции давным-давно устарели. И потом самое ценное, кстати, у Карамзина, это даже не текст его сочинения четырехтомного, сколько те примечания, те сноски, которые он дает. В некоторых местах они просто огромные. И там есть ссылки на те источники, в том числе летописи, которые не дошли до историков 20-го века. На всякий случай уточню, вы сейчас про Соловьева или про Карамзина? Про Карамзина. Но концепция Карамзина, в общем, в целом концепция Карамзина, она устарела. В том числе, например, его концепции двух Иванов, про Ивана Грозного. Естественно, он был ярый поборник нормандской теории. И в этом смысле он, кстати, был последователем тех самых немецких ученых, которых у нас поминают бедняжек постоянно. Шлёцера, Байера и Миллера, Фридриха Миллера. Кстати, крупный историк для своего времени, он сделал много для развития отечественной исторической науки. Насколько я помню, он, кстати, первым, кто публиковал знаменитый труд Татищева. Он был тем человеком, который организовал и возглавил знаменитую сибирскую экспедицию, которая имела огромное значение для развития науки, русской науки вообще, не только исторической науки. Он публиковал многие исторические источники, которые до него были тайны за семью печатями. Так что не надо представлять дело таким образом, что в Россию в XVIII веке пробралась какая-то вражеская группировка, которая сознательно делала всё для того, чтобы исказить русскую историю. Тогда уровень понимания исторических процессов был другой. Тогда сознание людей было вообще другим. Тогда не было ещё, извините, Гегеля, Маркса и так далее, и так далее. Поэтому не надо экстраполировать нынешние представления, научные представления на то, что было там 250 или 300 лет назад. Надо ко всем явлениям и процессам подходить конкретно исторически. И, конечно, с высоты прожитых десятилетий, а то и столетий, судить о людях надо, соответственно, той эпохи, в которой они жили и творили. То же самое касается и Костомарова. Понимаете? Вот у нас принято говорить о том, что он был одним из родоначальников украинствующих, то есть так называемой украинской исторической науки. Но в то же время Костомаров был представителем, крупнейшим представителем и русской исторической науки, российской исторической науки. Хотя в чём-то его труды уже давным-давно устарели. Ведь история, как любая другая наука, она развивается, она не стоит как бы на месте и не колышется. Но при этом в истории, кстати, в отличие от других научных дисциплин, есть такое научное направление или такая научная дисциплина, как историография. Этот термин имеет несколько значений, но вот одно из значений этого термина историография – это история исторической науки. И знание историографии – это вот тот оселок, который отличает профессионального историка от любителя истории. Потому что профессиональный историк без знания историографии невозможен. Это как высшая математика в истории. Понимаете? Что такое историография вот в таком обыденном, что ли, понимании? Вот мы берём какую-то проблему или мы берём какой-то период и так далее, и так далее. И вот надо знать, какие существовали в науке концепции, научные школы, точки зрения на все вот эти вот периоды или проблемные вопросы. Например, то, что касается проблемы крещения Руси, проблемы этногернеза славян, например, оценка деятельности избранной Рады или СМУ-той и т.д. Вот профессиональный историк вообще-то в идеале должен знать и труды там, условно говоря, если мы говорим об эпохе Ивана Грозного, там и труды Веселовского, и труды того же Ключевского, и труды Соловьёва, Кобрина, Зимина, Альшица, Скрынникова, Флори и многих-многих других историков. Знать, чем, например, там концепция, условно говоря, Шмидта отличается от концепции Кобрина-Зимина, а концепция Кобрина-Зимина от концепции Скрынникова, а концепция Скрынникова от концепции Фраянова, ну и так далее, и так далее. Понятно, чтобы быть вот в курсе всех этих представлений, профессиональный историк не только должен пройти хорошую школу, историографическую школу, вот как я, например, когда он нас читал лекции по историографии и вёл семинары Николая Ивановича Павленко, выдающийся, в прямом смысле, выдающийся советский русский историк. Но ещё и всю свою жизнь знакомиться с новинками, литературными новинками по истории, чтобы не застояться, а чтобы как бы иметь представление о том, как вот идёт развитие исторической науки и изучение новые, так сказать, направления в изучении того или иного периода. Вот я вот даже сейчас сошлюсь, например, на того же Владимира Алексеевича Волкова, моего хорошего товарища, коллегу, доктора исторических наук, профессора нашего университета. Вот у него только-только вышла книга «Ливонская война. Были и не были». Он считается крупнейшим специалистом, современным специалистом по истории военного дела и вообще по военной истории средневековой Руси. У него в своё время выходил двухтомник «Войско Ивана Грозного». Сейчас вот у него вышла книга про Ливонскую войну. Но, казалось бы, ещё 60 с лишним лет назад, даже чуть ли не 70 лет назад, в 54-м году, вышла обобщающая работа «Королика. Ливонская война». И потом к этой теме как бы не обращались. А вот уже в 90-е, 2000-е годы этой темой заинтересовались, например, Пинский такой историк есть. По-моему, он с Липецка. Дальше из Петербурга есть такой историк, Филюшкин, ну и так далее. Они вот занимались как бы уже на новом этапе, с новым объёмом источников и осмыслением этих источников событий, например, той же Ливонской войны. Вот сейчас у Владимира Алексеевича Волкова вышла книга, опять-таки посвящённая Ливонской войне. В Белоруссии, кстати, есть такой историк, Инушкевич, там тоже из-под его пера вышло несколько работ, посвящённых событиям этой войны. Да и не только этой войны, а вообще ситуации в Речи Посполитной того времени. Понимаете? То есть, как любая другая наука, историческая наука развивается. И представлять дело таким образом, что вот современные историки, они находятся сплошь и рядом в плену вот этих старых замшелых доктрин Карамзина, Костомарова и Ключевского, ну ей-богу не стоит. И уж тем более не надо думать, что на Соловьёва, на имя Соловьёва наложено какой-то табу, что, дескать, на него нельзя ссылаться, что, дескать, он находится под спудом каких-то запретов, ничего подобного. Вы что? Соловьёв как был, так и остаётся выдающимся представителем отечественной и мировой исторической науки. Он непререкаемый авторитет во многом. Хотя надо признать, что какие-то его построения, они уже устарели, а какие-то построения, наоборот, заиграли новыми красками. Вот, например, эта знаменитая теория закрепощения сословий. Я о ней уже несколько раз говорил, но не грех ещё раз напомнить. Дело в том, что у нас вот в советской исторической науке, она была, естественно, классовая, потому что базой для этой исторической науки был истмат, исторический материализм, марксистско-ленинская философия. Мы рассматривали всегда историю человечества через призму классового подхода. И вот в рамках как бы такого подхода, классового подхода, мы всегда изучали историю средневековой Руси как историю развития феодальных отношений и, естественно, становления и развития феодального государства. И поэтому, когда мы изучали производственные отношения, производительные силы, социальные отношения, то мы всегда говорили о том, что вот в определённый период наступил этап развития крепостного права, закрепощение крестьянства и так далее, и так далее. И вот несколько столетий в России существовало вот это вот иссушающая душу русского народа крепостное право, которое было ликвидировано при Александре Втором. во время проведения вот этой знаменитой реформы. Но при этом ни наши школьники, ни наши студенты в основной своей массе не знали, что, оказывается, ещё в XIX веке родилась вот эта знаменитая теория закрепощения сословий, у истоков которой как раз стоял Соловьёв. Теоретически как бы основы заложили Каверин и Чичерин, а вот фактологическую базу под эту концепцию заложил именно Соловьёв. В чём смысл этой концепции? Что закрепощению в период существования феодального государства подверглось не только крестьянское сословие, а все сословия русского государства. Сначала, причём в крепость попало дворянское сословие или служилое сословие. Это знаменитая военная реформа Ивана Грозного, знаменитое уложение о службе 1556 года, что каждый служилый человек по Отечеству должен выходить на ратному государеву службу комнатно-людно-оружной припасной. Затем последовал закрепощение церкви, затем посада. И последний акт – это закрепощение уже крестьянства. Там уже споры шли в XIX веке между указниками и безуказниками. Например, тот же Ключевский, он принадлежал к безуказникам. Он говорил, что крепостное право крестьянское родилось само собой, из кабальной зависимости. И потом лишь будет узаконено государством постфактум, уже вот в соборном уложении Алексея Михайловича. А сторонники указной теории говорили, что нет. Выходил какой-то государев указ, просто мы его сейчас не можем найти, либо он утерян, либо просто в архивах ещё его не нашли. Который закрепостил вот это вот крестьянское сословие, запретив переходы в Юрий в день, который гарантировал судебник Ивана Третьего, а затем и судебник Ивана Четвёртого. Понимаете? И вот эта борьба шла между указниками и безуказниками до тех пор, пока не был найден один из указов из этой серии. Указ 1597 года, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, где говорилось как раз о сыске беглым, о пятилетнем сыске беглых. И тогда вот эта вот старая борьба безуказников ушла в прошлое, поскольку стало совершенно очевидно, что государство приняло активное участие вот в этом процессе закрепощения крестьян, издав соответствующий законодательный акт. Потом было установлено, что такие же акты о сыске беглых крестьян выходили и при Василии Шуйском, ну и при Михаиле Романове и так далее. И вот как завершающий акт государственной политики в области закрепощения, это было издание уже соборного уложения Алексея Михайловича 1649 года, где одна из статей, по-моему, 19-й, если я сейчас не ошибаюсь, убирала все вот эти сроки и устанавливала бессрочный сыск беглых и ликвидировала белые слободы. То есть те слободы, которые были освобождены от государевого тягла или подати, весь посад был втянут, что называется, в государево тягло. А потом начнется обратный процесс раскрепощения сословий. Начнется этот процесс опять-таки с дворян, знаменитый манифест императора Петра III 1762 года о вольностях дворянских, который потом подтвердит Екатерина. И, кстати, Ключевский, когда писал об этом, он там ремарку такую, ну как бы, что вообще-то, как бы, было бы исторически справедливым, если бы на следующий день после издания этого манифеста последовал бы манифест об раскрепощении крестьян. И Ключевский пишет, он и последовал на следующий день, только через 99 лет. Потому что манифест о вольностях дворянских был подписан Петром III 18 февраля 1762 года. А манифест о вольности крестьянской, то есть об отмене крепостного права крестьян, был подписан 19 февраля, только 1861 года, понимаете? Но вот эту концепцию закрепощения сословий в Советском Союзе или в советской исторической науке отвергали как концепцию буржуазную, которая противоречит классовой сущности государства. Как это так? Феодальное государство Ивана Грозного закрепощает базовую основу этого государства, то есть служилых людей по отечеству, то есть дворян. Такого не может быть. Это чушь собачья. А по факту может, потому что зачастую государство играет по своим правилам. Я имею в виду в данном случае государство, государственный аппарат прежде всего, во главе с монархом. И не всегда выражает интересы так называемого правящего класса. А иногда бывает наоборот, когда правящий класс диктует свою волю царствующему монарху, как было, например, в XVIII веке. То есть история – это очень сложный процесс. Конечно, она не влазит, что называется, в прокрустово ложе каких-то голых теоретических концепций и схем. Но это не значит, что от них не надо, вернее, надо отказываться. И вот потом вот эта концепция закрепощения сословия, она как бы заиграла новыми красками. И в этом смысле Сергей Михайлович Шоловьев, например, или тот же Василий Осипович Ключевский, они, естественно, представляют не только историографический интерес, но и представляют интерес как историки, которые создали долгоиграющие исторические концепции, которые и сейчас можно использовать в оценке исторического процесса и наполнять эти концепции новыми историческими фактами и документами. Вот я опять-таки, возвращаясь к Ключевскому, ведь кто впервые высказал мысль, тогда еще очень свежую, прямо самую свежайшую, что называется, о существовании городовых областей Древней Руси? Ключевский. Только он ее высказал гипотетически. А потом уже через десятки лет после его смерти Фраянов и его школа, когда стали разрабатывать вот эту тему полисной демократии в Древней Руси, они насытили эту концепцию конкретной фактурой и создали целую научную школу. И пришли к убеждению, что Древняя Русь в том представлении, как она традиционно представлялась, не существовала, что не было Единой Руси, а что Русь представляла собой очень аморфную, очень рыхлую федерацию вот этих самых городов-государств полисного типа. Новгород, Псков, Изборск, Киев, Смоленск, т.т.т. Со своими традициями народоправства, со своими княжескими столами, династиями и так далее, и так далее. Со своим взаимоотношением земли и власти. Какие-то концепции Ключевского, они, естественно, ушли в небытие. Он, например, не говорил о том, что славяне там не были землепашцами, условно говоря, но он говорил о том, что куда большее значение, например, в жизни восточных славян играло внешняя торговля. Но это оказалось на поверку не совсем так. В этом ошибался Василий Осипович. Ну что ж, мы все живые люди, мы можем ошибаться. А кто-то строил совершенно бредовые концепции, как, например, Покровский. Вот возьмите все концепции Покровского, Михаила Николаевича, который был главой советской исторической науки в 20-е и в начале 30-х годов, они рухнули. Ну, например, его концепция торгового капитализма, шапки Мономаха. Ну, это уж совершенно была такая, как бы вам сказать, ну, это бульгаризация марксистов, марксизма в чистом виде. Или, например, он восстание Спартака называл антирабовладической революцией. Дальше, движение Болотникова. У него была буржуазная революция. Отсюда, кстати, и понимание, или, вернее, термин «крестьянские войны». А откуда родилось само это понятие «крестьянские войны»? Вот из концепции Покровского. Причем, что самое удивительное, концепцию Покровского в 30-е годы разгромили как антимарктистскую. Причем участвовали в разгроме этой концепции его любимейшие ученицы, Милица Васильевна Нечкина и Панкратова, академик Панкратова, Анна, не помню отчество ее, Тимофеевна, что ли, понимаешь? Но многие термины и многие понятия, выработанные этой научной школой или псевдонаучной школой, они потом спокойно прижились в советско-исторической науке. И я помню еще, когда я учился в школе, не в институте, в школе, нам говорили «Запомните, что в истории России было четыре крестьянских войны. Первая война Болотникова во времена Смуты, вторая война Разина, третья война – это война Кондратья Булавина на Дону и в Запорожье при Петре I, как раз перед самой Полтавской битвой 1708-1909 годов, и четвертая, самая крупная крестьянская война Емельяна Пугачева». А потом уже, когда я учился в университете и уже начал работать в школе, нам говорили «Нет-нет, ребята, в истории России было только две крестьянских войны – Разина и Пугачева». А Болотникова – это вообще что-то непонятно, что-то какой-то там, там каждой твари по паре было, потому что там и посадские были, и крестьянские, и казаки, и наемники, и т.д., и т.п. Да и Булавина. По размаху и по количеству участников это, в общем-то, скорее было казацкое восстание, там, мятеж, т.д. Понимаешь? Это, кстати, нам Павленко говорил. Я еще помню, когда он нам читал лекции по стереографии, он этому уделял особое внимание, вот этому вопросу. Как и стрелецким бунтам. У нас же в свое время и стрелецкие бунты хотели приписать тоже вот в эту общую как бы парадигму классовой борьбы. Потому что у нас были идиоты от марксистской фразеологии, я вот хочу это подчеркнуть, не идеологии, а фразеологии, которые по лекалам, так сказать, Мао Цзэдуна действовали, как в Китае до Цибао висели. Есть ли в Китае классовая борьба? На следующем до Цибао. Да, в Китае есть классовая борьба. Почему? А Маркс сказал, что классовая борьба – это локомотив истории, который мчит нас вперед, так сказать, через терник звездам, через феодализм, капитализм, коммунизм. И вот чем больше будет примеров в истории вот этой классовой борьбы, вот этого напора классовой борьбы, тем лучше. Значит, мы должны в учебниках показать. И у нас любое восстание, даже, я прошу прощения, по пьяни из самых хулиганских побуждений представляли в виде проявления классовой борьбы. Отсюда и желание некоторых дебилов от исторической науки, те же стрелецкие бунты, втюхать вот в эту теорию классовой борьбы. Ну как же? У нас же не может быть спокойных лет без классовой борьбы. У нас должно все идти по нарастающей, чтобы к октябрю 17-го года вот эта критическая масса, что называется, переполнила чашу народного гнева и терпения и взорвалась. Вот до такого идиотизма доходило. А потом начинали ломать копья вокруг таких несущественных проблем, но притворяли это в целые научные дискуссии, диспуты, собирали круглые столы и сидели у белья сединами, обвешаны орденами и премиями, званиями академики и спорили о какой-то херне, я прошу прощения. Были ли в России непосредственные предпосылки для строительства социализма или не было? Давайте-ка пообсуждаем. Вот кто скажет, что были, тот настоящий марксист-ленинец, тот мыслит диалектически, а кто будет отрицать это, ревизионист, негодяй, подонок и подлец к позорному столбу такого прислужника буржуазии. И у нас это вытворяли наши шавки из Агитпропа ЦК или из того же Международного отдела ЦК. За что грохнули этого Волобуева и компанию? Гефтер, Волобуева и Павленко тоже на орехи досталось. Почему тогда сняли Волобуева с поста директора института Академии? Академии наук. Он же был единственным институтом истории Академии наук до 68-го года. Вот. Волобуев, который лизал власти по самое некуда, стал чуть ли не самым молодым черенкором и т.д. и т.п. А потом попался со своим новым направлением. Они пытались через это новое направление доказать, что никаких объективных предпосылок для социализма в России не было. Они сначала там бодались со своими оппонентами, а потом кто-то настучал Трапезникову. А Трапезников был зав. отделом науки ЦК, старый брежневский приятель, еще по Молдавии. А он тоже историком был. И он, так-так-так-так, чего-чего, ну-ка расскажите-ка мне, что там в лобу? Не было предпосылок для строительства социализма. Мать честная, так это ж контрреволюция, ё-моё. Ну-ка давайте-ка, ребята. А им же надо было оправдывать свое существование и показывать, что они борются за чистоту. Что они на чекуны? Ну-ка давайте-ка этих штрейбрехеров, так сказать, агентов мирового сионизма и империализма выведем на чистую воду. Там еще евреев много среди этих. Ох, там целый жидовский заговор. Ё-моё. И понеслась писать губерния. Понимаешь? Вот и результат. Волобуева сослали далеко и надолго. Он при Горбачуе потом, как говорится, поднял лапки, уже обиженный. Обиженный сусловскими. Ему академика дали. В общем, он... А он историк-то слабенький. Его раскрутили, развинтили там. У него самая его такая знаковая работа это экономическая политика временного правительства. Докторская диссертация. Слушай, ну год один, даже меньше года там исследования. Но это что, объем докторской диссертации? Он такой же был партийный этот. Просто попал, что называется, как кур в ощупь. Не на тех вставочку сделал. Вот и все. Вот как делали карьеры эти. А потом, да, вот для непосвященных. Академик Волобуев Павел Васильевич. А потом Павел Васильевич стал одним из прорабов перестройки. Мстил. Да, мстились эти сволочи так, что Советский Союз развалили. Вот личные обиды, личные, так сказать, неудачи в карьере, они потом трансформировали в борьбу против советского общественного строя и против советского государства. И все потом оказались у разбитого корыта. В том числе, кстати, и Павел Васильевич. Который остался без средств существования. Понимаешь? Так, что там всего хватало. И сейчас такая же ситуация. Сейчас, может быть, даже еще хуже. Сейчас такая бюрократия. Это просто мама не горюй. Вот сейчас я слышал, чуть ли какой-то приказ вышел, что ли. То ли на уровне министерства, то ли на уровне Академии наук. Что теперь любые контакты с зарубежными центрами и зарубежными учеными надо согласовывать. Слушайте, ну куда это годится-то? Какая-то шизофрения. Какая-то шпиономания там. Сумасшествие абсолютнейшее. Но наука не может развиваться, так сказать, вне рамок мировых процессов. Наоборот, надо стимулировать развитие вот этих научных контактов. А наши главные органы КГБ уж пускай сами отслеживают, кто из них шпион, кто из них, так сказать, засланный казачок и так далее. Зачем в одну кучу все валить-то? Зачем, например, на Академию наук или Министерство просвещения, или высшей школы, я не знаю, кто инициировал издание этого приказа, навешивать функции, которые принадлежат, собственно говоря, нашим спецслужбам, той же контрразведке. Вот о чем речь-то идет. Не надо доводить все до дурдома-то, до абсурда. А у нас, как всегда, потому что надо показывать свою значимость в качестве чиновников. И вот они сидят и высасывают, выдумывают, чтобы что-нибудь такое придумать, чтобы обосновать необходимость твоего нахождения в этом кресле. Это как у Петра Первого. Была контора прибыльщиков, но там хоть цель была ему, и такая цель была поставлена. Курбатов имя руководила, и вот они сидели, чесали себе репу и выдумывали новые налоги, чтобы казну наполнить. Петр Первый за это их, как говорится, по головке гладил. Но они не навыдумывали. Столько налогов было. И на борды, и до того дела дошло, что на гробы. Чуть ли не с покойников налоги стали брать. Понимаешь? Человек умер, гроб сколотили. Ага, давай заплати с гроба этот налог. Я не шучу, это на самом деле так было. Что-то я разошелся, чтобы было понятно. Потому что на такие вопросы тут надо иметь широту взгляда и понимать, не надо все упрощать. У нас, к сожалению, любят все упрощать. Вот там Карамзин. Для своего времени Карамзин, он супер-пупер был популярен. Мы вообще Соловьева, если что, начинали обсуждать. Соловьев, да Соловьев это вообще гея. Вот смотрите, прошло сколько лет, да? Больше 140 лет после его смерти. Второй круг. Да. Соловьев до сих пор считается непревзойденным авторитетом. Никто, вот я хочу это подчеркнуть. Никто не написал 29 томов русской истории. А что же вы тогда не ссылаетесь на него в полном курсе истории России? Ну, это ложь, я на него ссылаюсь. Не знаю, я, к сожалению, вынужден доверять незнакомому человеку. А, то есть мне это не доверяешь? Нет, я просто не смотрю источники. Я так сказать начал читать. Ну, человек, вообще-то человек написал чушь собачью. Потому что я там на Карамзина уж совсем немножко ссылаюсь, а на Костомарова. Я ссылался в основном на исследования советских историков. Я просто ссылался на этих персонажей, поскольку я хотел показать, ну, для людей, знающих, понимающих, что эта проблема или эта концепция родилась не в советской исторической науке, что она родилась еще в древолюционной русской исторической науке, но имела своих последователей и в советской науке. Поэтому перечень историков, например, по той или иной проблеме или той или иной концепции я начинал, например, с Карамзина или с Ключевского и так далее, и так далее. А Соловьева, естественно, я там упоминал. Я не мог не упоминать Соловьева. Даже когда я, например, писал там о той вот самой теории закрепощения сословия, о которой только что рассказывал. Ну, как я мог не упомянуть Соловьева, понимаете? Так что это ерунда абсолютнейшая. Ну, тут еще немного упрощения. Не спешите негативно реагировать на вопрос. Я вам сейчас объясню природу. А правда ли, что Берия – это первая версия Горбачева? Тут я понимаю, откуда ноги растут. Мы тут третьего дня с Германом Анатольевичем Артамоновым обсуждали роль личности в истории. А если быть точным, то послевоенная деятельность Жукова. Вопрос тогда звучал, не переоцелены ли его заслуги и так далее. Но суть в том, что мы дошли до ареста Берии. Ну, я имел неосторожность, наверное, все-таки представить это как некий нехороший поступок со стороны Жукова. На что Герман Анатольевич сказал, а я не уверен, что если бы Берия пришел к власти, что он бы не начал перестройку раньше. Что вы об этом думаете? Так, тут тоже целый пласт вопросов. Значит, смотрите, то, что касается Жукова. Когда Жукова начали обливать дерьмом, еще в годы Горбачевской перестройки, и потом особенно в постсоветский период, приклеимы совершенно омерзительные ярлыки типа мясник, кровавый мясник и т.д. и т.п. это все либо от тупизма, либо от сознательной провокации. Если посмотреть детально, например, уровень боевых, летальных и санитарных потерь теми войсками, которыми он руководил, даже на завершающем этапе войны, то они будут примерно такими же, как у других полководцев, а может быть, даже и меньше. Например, во время берлинской наступательной операции уровень летальных и санитарных потерь на Первом Белорусском был ниже, чем на Первом Украинском, которым командовал Конев. Это к слову. При том, что Жукову пришлось бить не по флангам, а по центру, через Зиеловские высоты. А это была самая укрепленная часть обороны Берлина. Зиеловские высоты. Часто им упоминают вот эту Ржевскую битву, операцию Марс и т.д. Там тоже наворочено столько лжи, так что здесь можно посмотреть того же Исаева, да и не только его. Представлять дело таким образом, что Жуков решал все стратегические и даже тактические, некоторые говорят так, тактические задачи, хотя это был, естественно, не его уровень, за счет забрасывания трупами, но это абсурд. Слушайте, у нас был ограниченный людской ресурс. Сталин это прекрасно понимал. Мы воевали не против Германии. Вернее, не только против Германии. Мы воевали против Объединенной Европы. На нашем фронте были и испанские, и румынские, и вентерские, и итальянские, и так далее, дивизии. Численность населения Советского Союза тогда, после присоединения Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии, Молдавии, была порядка 193-4 миллионов человек. Численность Объединенной Европы была как минимум в полтора раза больше. Так что, вот с точки зрения просто элементарной логики. У нас не было ресурсов, если бы мы забрасывали все трупами, у нас бы людей просто не хватило бы. Так что это ерунда, это опять-таки вот эти вот вбросы. Так что я считаю, что Жуков был и остается выдающимся советским полководцем наряду со своими боевыми товарищами. Тем же Коневым, Рокоссовским, Малиновским, Толбухиным и так далее. Другое дело, что в деятельности каждого полководца были как блестящие военные победы, так и поражения. Не все было гладко, но надо Жукову отдать должное, особенно в начальный период войны, когда многие полководцы растерялись. Многие полководцы просто не смогли показать, так сказать, своего умения и мастерства в руководстве войсками, когда немцы нанесли столь ощутимый удар. Поэтому Жуковы посылали на самые опасные участки фронта. Спасать Ленинград от захвата. Да, там были допущены ошибки. И не только им одним. Ему пришлось исправлять ошибки. Не все удалось сделать. Город попал в блокаду, но не был сдан. Если бы был Ленинград сдан, я понимаю, что не только бы военная обстановка на фронте, но и политическая, геополитическая ситуация в мире бы была бы совсем иная. И потом немцы бы высвободили огромные силы для того, чтобы перебросить их на взятие Москвы. Вы же поймите, Ленинград сковывал на себе целую группу армий. Север. Яковлев говорит, что блокада была практически заранее спланирована, в том плане, что они ставили целью блокаду. Они это кто? Ну, кто? Фашисты. Нет, но с самого начала они ставили целью не блокаду, а взятие города. Другое дело, что мне не удалось это сделать. Потому что я напомню, что блокада-то началась когда? Ну, уже не блокада. Нет, он приводит пример некого плана голод, который, собственно говоря, и подразумевал, причем он даже и Москву имеет в виду, что был план и Ленинград, и Москву просто заморить городом и не заморачиваться взятием. Нет, но вполне. Слушайте, дело в том, что разрабатывали же всегда несколько вариантов плана. Ну да, да, как один из вариантов. Потому что, например, второй план контрнаступления на Москву, первый план Тайфуна, он захлебнулся в середине октября. Немцы не смогли схода взять Москву. Поэтому им пришлось перестраивать и создавать на ходу новый план, так называемый московские канны, который стал реализовываться уже в середине ноября. Он и предполагал, что Москва будет взята двойным кольцом. Малым, так называемым, кольцом и большим кольцом. Но этот план тоже не был реализован. В конце декабря, вернее, прошу прощения, в начале декабря он захлебнулся, а уже 5-6 декабря войска там западного, Калининского и северного крыла юго-западного фронтов Тимошенко, они перешли в контрнаступление. То же самое, конечно, было и по отношению к Ленинграду. Я же не говорю о том, что был вот один единственный неповторимый план. Разрабатывали разные планы на случай разного развития ситуации. Это же понятно. Вернемся к Жукову. Да, поэтому в этом смысле Жуков, конечно, выдающийся полководец. Хотя я еще раз говорю, у него хватало там и каких-то неудач, да и человек он был прямо, скажем, некомплиментарным. То, что он грубил, хамил, то, что он мог дать по морде. Но у нас многие военачальники, к сожалению, такие. Понимаете? А может быть, в тех условиях... А может быть, в тех условиях на фронте по-другому действовать было и нельзя. Понимаете? Иногда надо бы даже пожестче действовать, чтобы люди к чувству приходили. То, что касается его политической карьеры. Слушайте, Жуков, конечно, не был политиком. И он поэтому и погорел. И то, что он сделал ставку тогда на Хрущева, это было с одной стороны моментом конъюнктурным, с другой стороны это было связано с тем, что его просто, что называется, развели, как кролика. И в-третьих, надо иметь в виду, что у Жукова все-таки была какая-то обида на Берия, связанная с крахом личной карьеры. Ведь когда Сталин его отправил в Апалу, я имею в виду события вот второй половины сороковых годов, когда его сняли с должности зам министра обороны и главкома сухопутных войск, отправили командовать Одесским военным округом, а оттуда отправили на Урал командовать тамошним военным округом, когда его исключили из состава ЦК и ТДТП, то он во многом связывал крах своей военной карьеры именно с деятельностью спецслужб, в частности Берия и Меркулова. Поэтому у него был зуб на них. Понимаете? И вот во времена Хрущева, когда он делал себе уже политическую карьеру, у Георгия Константиновича вполне возможно закружилась голова. Более того, я подозреваю, что некоторые доброходы из его ближнего окружения ему, что называется, свинью подложили. Что это за свинья была такая? Дело в том, что в 52-м году президентом США стал его личный друг, бывший командующий союзными войсками, ну, я имею в виду в Европе, Дуайт Эйзенхауэр, генерал армии, который стал президентом. Ну, ему сказали, Юрий Константинович, а чем ты хуже-то, ведь? Тем более, тем более, я напомню, что председателем Совета Министров тогда был Николай Александрович Булганин, тоже маршал Советского Союза. до этого он был военным министром и министром вооруженных сил. А до Булганина, еще в довоенный период, аж чуть ли не 15 лет, народным комиссаром по военным и морским делам, а затем наркомом обороны, был тоже маршал Советского Союза, Климент Ефремович Ворошилов, который тогда, после смерти Сталина, стал главой Советского государства, он же стал председателем президиума Верховного Совета СССР. Это юридический глава Советского государства. Но у Жукова и закружилась голова. Я думаю, у него тоже были наполеоновские планы на сей счет. И в этом смысле, как политик, он показал себя не с лучшей стороны. Поэтому надо разделять, или отделять вернее, зерна от плевел. Видеть положительные, позитивные, выдающиеся достижения этого человека, прежде всего, как военного деятеля, и как политика авантюрного склада. Кстати, это относится и к Берия. Выдающийся организатор, выдающийся управленец, но совершенно авантюристического склада политик, что его и погубило в конце концов. И последнее, то, что касается ареста Берии, да? Да. Существует две версии основные. Первая версия, она связана с тем, что он был застрелен, а не арестован в его особняке, по-моему, на Садово-Кудринске, если я не ошибаюсь. Это угловой особняк, который выходил на Садовое кольцо. Ну, по крайней мере, такой версии среди профессиональных историков придерживается Юрий Николаевич Жуков. Я не беру всяких фолк-хистери, которые написали по этому поводу огромное количество работ, не смешали все в одну кучу. Но если Жуков придерживается этой версии, то, значит, она имеет место быть, что называется. Но есть традиционная версия, что Берий действительно был арестован. Арестован незаконно, я хочу заметить, потому что с него не были сняты полномочия депутата Верховного Совета СССР, ну и так далее, и так далее. Поэтому, кстати, был сменен тут же и генпрокурор, потому что предыдущий генпрокурор отказался выдать ордер на арест Берия, именно по этим основаниям. Поэтому из Киева в Москву был срочно переведен Руденко, назначен генпрокурором, и выдал он как раз ордер на арест. Более того, Руденко возглавлял следствие по делу Берия, я читал документы, и целый ряд допросов, не только Берия, но и свидетелей, и обвиняемых вел именно сам, лично Руденко, и отчитывался, кстати, членом президиума ЦК по этим допросам, что вот он дожил, условно говоря, до суда, и был расстрелян уже в конце декабря по приговору суда. Есть промежуточная версия, автором ее является Соколов, но тоже большой фантазер по образованию филолог, потом, которому моча в голову ударила, он решил заняться историей. Он говорил о том, что, дескать, первые допросы в Берии, июньско-июльские, они действительно принадлежат ему, а потом, когда из него выбили все показания, то решили от него избавиться, то есть, его расстреляли, а уже в августе, в декабре, условно говоря, была подставная фигура. Я в своей книге «Осень патриарха советской державы» 1945-1953 годов довольно подробно разбираю историографию вопроса, то есть, показываю все эти версии, показываю «за» и «против», и показываю авторов этих версий, то есть, чтобы люди могли сами при желании ознакомиться с этими работами. И плюс то, что касается мемуаров. Дело в том, что существует, вот мне, как кажется, существовало вообще как минимум две группы захвата Берии. Поэтому, кстати, у мемуаристов существует и разный перечень участников ареста Берии. Где-то Жуков фигурирует в качестве участника этого ареста, а где-то нет. Где-то фигурируют одни и те же персонажи, например, тот же Булганин, а где-то какие-то персонажи есть, а какие-то персонажи отсутствуют. Просто сейчас нет времени это подробно разбирать, поэтому, если кто-то хочет ознакомиться вот с проблематикой самой, с историографией этого вопроса, не просто с какой-то одной версией, а вот именно в таком широком, что ли, объеме, то, милости прошу вот в моей книге, насколько можно, я вот эти все разные версии собрал и структуризировал их, то есть показал основные проблемные узловые точки, в чем они состоят, кто автор основных концепций, и где можно более подробно с этими концепциями ознакомиться. но моя точка зрения состоит в том, что Берия все-таки был действительно арестован и действительно с ним проводились следственные действия. А вот вопрос о том, дожил ли он до суда, этот вопрос, на мой взгляд, еще остается открытый. Может быть, с большой долей вероятности в архиве ФСБ хранятся до сих пор какие-то документы, недоступные для исследователей, которые могли бы осветить этот вопрос окончательно. Но действительно вызывает, например, сомнение, почему акт о смерти Берия не был подписан там врачом, хотя это была обязательная процедура. То есть врач должен был удостовериться к смерти пациента, как говорится, понимаете? Хотя, например, акт, который был связан с расстрелом его подельников, того же Владимирского, того же Мешика, Деканозова и так далее, там присутствует подпись врача, который удостоверяет смерть или гибель этих расстрелянных, осужденных. Ну и так далее. То есть там действительно много... Ну, слушайте, нельзя ведь исключать и, условно говоря, спешки, халатности, ну и так далее, и так далее. Вы же поймите, это были все-таки обстоятельства чрезвычайного характера. Вот все так выполнить, что называется, тютельку в тютельку в таких обстоятельствах тоже было невозможно. Возможно, невозможно. Видите, я уже начинаю что-то заговариваться. И потом я бы не стал вот делать из этого такой вот фетиш исторический. Вот если мы... И последнее, по поводу перестройки Берия. Тоже существует такая версия, но это, мне кажется, натяжка на глобус совы. Или глобуса носовой. Я уж не знаю, кому как больше нравится. Дело в том, что у Лаврентия Павловича действительно был свой проект, что ли, постсталинского развития и реформ в его понимании. Но такой проект был и у Маленкова. И такой проект был у Хрущева. И вот взять так вот, не оценивая результаты реализации этого проекта, которых по факту не было, сказать, что он был первым перестройщиком, но, слушайте, это нельзя делать. Можно с одной уверенностью точно сказать, что Лаврентий Павлович чего-то заигрался по германскому вопросу. Вот здесь, да, документы четко это показывают, причем большой объем документов, что он выступал за сдачу ГДР. То есть он говорил, что мы возимся с этой ГДР, социализма мы там не построим, а отношения с Западом только ухудшим. Давайте вот ценой сдачи ГДР мы как бы наладим отношения с Западом и т.д. и т.п. И вот там действительно была борьба не на жизнь, а на смерть. Прежде всего между Молотовым и Берия, Хрущев и все остальные, они сбоку припеку были. При этом Маленков первоначально больше разделял позицию Берия. Тогда что же мы не говорим о перестройке Маленкова? Понимаете? Потом здесь надо четко улавливать важный момент, связанный с тем, что еще Сталин говорил о том, что нам надо до конца бороться за создание единой и нейтральной Германии. Единой. Может быть, вот в этой парадигме действовал как раз и Берия, когда предлагал сдать ГДР. Может, он пытался вот таким путем сдачи ГДР добиться создания нейтральной Германии, которая была бы буфером между двумя системами. Понимаете? Но это здравая мысль была очень, сталинская, очень здравая мысль. Создать вот этот естественный санитарный кордон, условно говоря, от Финляндии и Швеции через всю равнинную Европу. Потому что основное нашествие всегда шло на Россию через Германию и Польшу. Вот оно. Широкое поле для маневра. Несколько сот километров. Пожалуйста, двигайся. Никаких преград, кроме рек. Ни гор тебе, ни, так сказать, сопок дальневосточных и т.д. и т.п. И вот, чтобы отделить социалистический лагерь, Польшу, Чехословакию и так далее, от Франции, Великобритании и так далее, и нужна была вот эта полоска шириной нескольких сот километров, которая шла бы от Скандинавии вплоть туда до Балкан. И здесь, конечно, бы нейтральная Германия, где не могли бы размещаться американские и вообще союзные войска, строится инфраструктура, она бы выполнила эту историческую роль. Ведь Австрия-то стала нейтральной. А Австрия попадала как раз вот в этот коридор, что называется. Вот о чем речь-то шла. Потом, не случайно, уже после смерти Сталина, когда возобновятся женевские переговоры, то в 54-м году Молотов как бы в продолжении этой идеи скажет, а давайте-ка Советский Союз тоже вступит в НАТО. Тогда же родилась эта идея. Для чего? А с тем, чтобы постепенно трансформировать вот эти вот военные структуры НАТО в систему общеевропейской коллективной безопасности и создать действительно нейтральную Германию и решить в конце концов вопрос о 22-м июня 41-го года. То есть о повторении этого сценария. Но тогда не пошли на это. На что тогда пошли? На подписание и ратификацию Парижских соглашений 54-го года. В результате которого был создан Европейский Оборонительный Союз, а ФРГ вошла в 55-м году в состав НАТО. И как только это произошло, ответом вот на все это и стало создание Варшавского договора в мае 55-го года. А отнюдь не ответом на создание НАТО в апреле 49-го. Как у нас многие эксперты липовые говорят на телевидении, как не послушаешь, они начинают рассказывать сказки, что Варшавский договор был создан в ответ на создание НАТО. Слушайте, вы не делайте из советских лидеров идиотов. В 49-м году создается НАТО, они сидят и думают, чем бы нам ответить. Шесть лет думали, а потом вдруг сказали, о, а мы создадим Варшавский договор. Это вот однозначно элементарной фактуры со стороны этих экспертов. Но у нас на телевидении любят таких дебилов. У нас приглашают в основном в качестве экспертов на телевидении на все эти ток-шоу. К сожалению, малообразованных людей с точки зрения истории. Может, языком трепаться, они умеют, я же не отрицаю этого, но фактов они не знают. Они начинают сочинять на ходу либо всякие байки, либо просто постят то, чему их учили в школе. В школе действительно было написано так. Ну, в школе это для простоты усвоения, так сказать, для обывателя. Это было написано. Я еще учился, это было написано в учебнике. В том смысле, что Варшавский договор был создан как ответ на создание НАТО, то есть как ответ на агрессивную политику наших геополитических противников. Опять что-то я ушел куда-то далеко. Да нет, как раз, в общем-то, вопрос закрыт. А считаете ли вы фильм «Холодное лето 53-го» антисоветским? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Чистая вода антисоветщина. Это вот, что называется, такая метка, что ли, или клеймо. Вот как раньше ставили на лоб клеймо всяким ворам, лихоимцам, ноздри рвали. Вот это чистой воды такая метка. Снятый в годы Горбачевской перестройки фильм совершенно сознательно антисталинский, антисоветский, который играл я прямо скажу такую паскудную роль в очернении нашей истории и в разрушении советского общественного строя и советского государства. Там, конечно, блестяще сыграл Попанов, но это был выдающийся наш актер. Но, понимаете, дело в том, что наши многие актеры и режиссеры, но режиссеры в меньшей степени, актеры, это люди все-таки подневольные, которые до конца даже не знают общий замысел режиссера. Вы же не думайте, что вот он пришел сниматься и весь съемочный процесс находился там. Нет, он приезжал там какие-то дни, снимался, снимал свои куски. Он вполне мог не знать общего замысла фильма, в какой контекст он вписывается, понимаете. Он мастерски сыграл предложенную ему роль. И здесь винить Анатолия Дмитриевича, конечно, нельзя. Тем более, он нигде не поливал грязью советскую власть, он воевал за советскую власть. Поэтому у меня претензий к Анатолию Дмитриевичу Попанову в данном случае вообще никаких. Это действительно был выдающийся советский актер. Судя по воспоминаниям его коллег, его близких, был человек очень скромный, порядочный, незлобливый, не сребролюбец, как раньше говорили. Действительно достояние русской, советской, национальной культуры и киноискусства, и театрального искусства. А фильм сам, конечно же, дерьмо, абсолютнейшее дерьмо. И таких фильмов в годы Горбачевской перестройки было снято целый воз и маленькая тележка. Они сыграли свою самую пагубную роль в переформатировании сознания многих советских людей. На тот момент советских людей. Они, воспринимая это все за чистую монету, мы, честная, в каком государстве мы живем, е-мое, преступник на преступнике, кровища-то, прям так и хлещет. Сейчас захлебнемся. Надо срочно бежать из этого совка. Надо срочно полкам магазинов западных держав прильнуть и нажраться этой колбасы, этого соевого масла, этих, так сказать, порошковых там соков и молока. Без этого мы никак жить не могли. Налепить на себя адидас, засунуть себе в рот или еще куда-нибудь польскую зубную щетку и обязательно зубы почистить кокенором или чем-то, понимаешь? Зубной порошок ему уже не подходил. И мылом руки себе помыть не хозяйственным, а каким-нибудь душистым таким вот, чтобы он малинкой пах, вот на всякое дерьмо вот у нас покупались, понимаешь, там пакет. Вот я помню, мой читавоський, вот прям бегали аж пакеты, вот эти вот пластмассовые пакеты, как они, чтобы там обязательно какой-нибудь цветочек был, там какая-нибудь бутылочка шампанского. Фу, на какую ж херню люди покупались, чтобы как как за границей все было, понимаешь, как, как, И ради этого можно, пожалуйста, плюнуть в могилы предков, продать все идеалы. Потом у людей там, у некоторых, не у всех, все-таки совесть проснулась и мозги просветлели. А у многих так до сих пор. Я вот сегодня с одним разговаривал, у меня была дискуссия, завтра или послезавтра ее разместят. научный руководитель Ельцин-центра изображения. Да-да-да, Никита Соколов. Я его спросил, он мне начал рассказывать про экспозицию, какая там экспозиция, как там все выверено и так далее. А я ему сказал, простите, в вашей экспозиции есть кусок того рельса с головой Ельцина, на который он обещал положить свою голову в случае поднятия цен. Он аж замешкался, бедняжка, не знал, что ответить. Понимаешь? Что-то они до сих пор, видимо, ищут этот рельс. Не знают, где его отпилить, чтобы не произошло крушение поезда. Понимаешь? Ну, я думаю, там народ посмотрит и сам убедится, с кем мне пришлось сегодня дискутировать. Он, кстати, три раза опять порывался уходить с эфира. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, какова была численность Советского Союза в конце его, так сказать, существования. Его реакция. Все, я ухожу, он меня оскорбляет. Я говорю, подождите, подождите. Я говорю, как я вас оскорбил? Я вам задал неудобный для вас вопрос, а вы это воспринимаете за чистое оскорбление. Тоталитаристы в чистом виде. Большевики 17-го года нервно курят в сторонке. Это были такие демократы, подлинные демократы по сравнению со всеми нашими либералами. А где эта передача должна выйти? А я не помню, какой-то канал, но мне обещали вот сегодня или завтра прислать эту ссылку. Я обязательно перезалью на свой личный канал и дам знать. Да, договорились. Потому что дискуссия, они говорят, что они ее не режут вообще. Потому что дискуссия чрезвычайно показательна. У меня уже не первый раз были такие дискуссии, но у вас на канале с Гозманом, а до этого я дискутировал с Орешкиным. С Гозманом это трудно дискуссии назвать. Ну да, 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 да. Который срывал с себя опять эти все микрофоны и так далее и швырнул микрофон так, что там прибежал даже этот ну, как их называют, радиоинженер, что ли, чуть ему по морде не дал и сказал, ты что, говорит, на пол кидаешь дорогую аппаратуру. Они дискутировать совершенно не могут. Потому что у них штампы, никакой фактуры у них нет. Он опять рассказывал там, что Борис Николаевич Ельцин это создатель новой России, нового российского государства. что ему досталась такая вообще тяжелая ситуация, такая страна вся такая. А кто эту ситуацию создавал? Не он со своей бандой под названием Демократическая Россия, так они несколько лет расшатывали советскую государственность и доводили до ручку экономику Советского Союза. Кстати, вторую экономику в мире после США по разным оценкам от 14 до 20 процентов мирового ВВП приходилось на советскую экономику, высокотехнологичную экономику. Мы могли производить единственная страна в мире, которая могла производить будучи полностью отрезанная от источников сырья и всего остального все от булавки до тяжелых ракет. а сейчас у нас один ну кто-то говорит один и два процента мирового ВВП. Представьте, даже если возьмем, что от Советского Союза даже половина если ВВП, то это не менее семи с половиной восьми процентов ВВП. То есть мы рухнули в семь восемь раз за каких-то тридцать лет при той же численности населения которое не растет тридцать лет уже а даже впадает мы вот в прошлом году потеряли пятьсот тысяч населения потеряли пятьсот тысяч полмиллиона у нас там в тринадцатом в четырнадцатом даже по-моему в пятнадцатом году был хотя бы небольшой прирост в несколько десятков тысяч человек то есть превышение рождаемости над смертностью а потом вот где-то шестнадцатого года опять пошла убыль населения но там она исчислялась десятками тысяч вот по-моему в позапрошлом году впервые перевалило там где-то за сто тридцать там сто пятьдесят тысяч а в двадцатом году вообще пятьсот тысяч но это какая-то катастрофа мы не удержим нашу страну с такими границами с такими пространствами при все сокращающемся населении но это надо же понять не удержим просто физически не удержим вот у нас сейчас говорят о какой-то опять национальной идее о каких-то национальных скрепах значит да миллиард населения должно быть национальной идеей ну вот вот кстати причем миллиард не нищего населения ну понятное дело а так миллиард и не получится ну вот я вам об этом и говорю понимаете а люди не хотят рожать боятся что ли я не знаю почему нет никакой уверенности завтра мне прокормим не прокормим как рожать это же чисто русское выражение не хочу плодить бедность ну конечно потому что материнские в Индии вот как бы людей это как-то не останавливает потому что Индия по большей части все-таки патриархальное общество как и Китай кстати то есть там превалирует сельское население а в России все-таки уже с конца 50-х годов превалирует городское население вот говорят урбанизация дело не в урбанизации дело в общественных отношениях вы правильно сказали нет уверенности в завтрашнем дне нет гарантии что ты не останешься без работы а значит без заработной платы и т.д. и т.п. и потом у людей приоритеты сместились каждый сейчас думает о себе как бы ему прожить как бы ему хорошо самому пожить отдохнуть там купить машину обязательно квартиру а дети уже отходят на какой-то 25-й план ну за редким исключением понимаете и потом даже если семья и заводят детей ну для продолжения рода то как правило это один ребенок но в лучшем случае два а в Советском Союзе все-таки два-три ребенка была норма два-три ребенка норма одного ребенка считали ну как бы родить это уж совсем там если человек болел или ну там по каким-то другим обстоятельствам а сейчас это к сожалению увы и ах становится и материнский капитал здесь не работает понимаете у нас приоритеты неправильно расставлены дело-то не в материнском капитале а дело в том что многие люди не могут найти себе работу достойную с достойным уровнем оплаты вот если это было гарантировано что человек понимал что вот он поступил на работу что у него там будет карьерный рост что ему будут платить не 30-35 там тысяч рублей а что ему хотя бы будут платить тысяч 70-80 что это будет стабильная работа что у него не будет угрозы потерять эту работу тогда он смело может будет строить планы на будущее в том числе и планировать рождение детей а когда этого нету вы посмотрите сейчас многие вот я даже сужу по своему окружению вот по племяннику своему по его друзьям им по 30-32 года казалось бы в это время уже молодые люди должны быть женаты и у них должны быть дети а у них ни у кого нету ни жен ни детей не потому что они какие-то уроды а именно потому что они подвязаны на кредиты они все сидят на кредитах все абсолютно вот я знаю вот этот круг общения где-то там порядка 10 человек вот их я каждого из них знаю все очень симпатичные высокие ребята с неплохим образованием правда работают все все работают не по специальности потому что по специальности либо не могут устроиться либо им предлагают такие деньги на которые просто что называется сдохнешь и все боятся заводить какие-то серьезные отношения с женщинами а уж тем более рожать детей потому что они все взяли кредиты на покупку машин всяких гаджетов хренаджетов и т.д. и т.п. и половина своей зарплаты вынуждены платить банкам ну извините при такой экономике и при таких так сказать условиях существования молодого поколения это в Москве я думаю что в регионах еще хуже потому что в Москве по сравнению с регионами хотя бы есть работа и хотя бы какие-то зарплаты а отъехать там на 200-300 километров от Москвы в какой-то провинциальный город что там получают люди 25 тысяч в лучшем случае но что на эти деньги будет обзаводиться семьей а как он будет решать например ту же квартирную проблему ипотеку брать чтобы до гробовой доски выплачивать эту ипотеку и находиться всегда под домоклым мечом что тебя выгонят с работы ты не сможешь заплатить взнос на ипотеку тебя отберут эту квартиру это вот мы живем как раз по лекалам вот этого западного мира все это изобрели в Европе и главным образом в Америке и представили это дело то есть создали некую такой фальш-панель сказали что у них у всех все есть правда забыли сказать что это все кредит куплен вплоть до кофеварки понимаешь то есть показали чистый внешний лоск вот видите домик но тоже домик это из дерьма создан у поросенка нюф-нюф был капитальнее домик чем вот эти картонные коробки именуемые домами понимаете машины и так далее и так далее все да вот среднеамериканцы средний вот она а на поверху то окажется что это среднеамериканец в долгах весь как в шилках вот у нас сейчас и построили такой капитализм сами виноваты сами хотели сами кричали Ельцин Ельцин а что кричать Ельцин зашел в любой винный магазин встал в очередь там таких Ельцинах стояла целая маленькая тележка алкоголик на алкоголике понимаешь не ну надо додуматься блядя ли избрали на свою голову алкоголика да следующий немножко по культуре как вы относитесь к окопной в правде в кавычках Бакланова Некрасова Кондратьева окопной правде да ну в кавычках окопная правда ну я понял Некрасов Бакланов и кто еще и Кондратьев Вениамин видимо нет это Вениамин это был каверин писатель виноват нет Некрасов Виктор Некрасов это замечательный Г. Бакланов В. Некрасов и В. Кондратьев ну послушайте Виктор Некрасов это замечательный советский писатель окопа Сталинграда его знаменитая книга он был сам уроженцем по-моему Киева жил в Киеве потом он эмигрировал за границу но я не брошу его огород камень потому что он был оставался порядочным человеком значит Бакланов это не Глеб Бакланов а это Григорий Бакланов тоже представитель вот этой офицерской так называемой прозы или лейтенантской прозы ее называли он был участником войны в годы Крабачевской перестройки он был главным редактором журнала Звезда или Знамя Знамя а Кондратьев это наверное речь идет о Вячеславе Кондратьев был тоже такой писатель но я в принципе отношусь к ним нормально но на мой взгляд все-таки среди них самой сильной фигурой как литератор был конечно Некрасов Виктор Некрасов потому что его в окопах Сталинграда это выдающееся произведение на мой взгляд Бакланов к сожалению себя немного подпортил активным сотрудничеством с Яковлевым я имею ввиду с Александром Николаевичем и участием вот в этой как бы группировке либеральных писателей антисоветчиков хотя я не сказал бы что он какое-то активное уж такое пагубное влияние что ли оказал на вот этот литературный процесс ну Кондратьева я честно говоря не помню читал ли что-либо я вообще поэтому мне комментировать трудно но я не слышал чтобы он какие-то гадости говорил в адрес советской власти так что вот так вот я ответил бы на этот вопрос почему вообще я хочу сказать что безусловно вот это направление в советской литературе оно заслуживает отдельного исследования я может быть посвящу этому вопросу отдельную главу надеюсь своей будущей книги потому что вот я сейчас если закончу Брежнева все как говорится будет нормально то в моих планах писать новую книжку которая будет посвящена взаимоотношением власти и художественной интеллигенции культуры вообще советской культуры хрущевского брежневского периода то есть я возьму довольно большой пласт исторический где-то вот с середины 50-х до середины 80-х годов вот это целое 30-летие и я уже немножко так начинаю собирать как бы и мемуарную литературу и дневниковые записи и исторические исследования на эту тему представляю себе что эта работа будет тяжелой не менее тяжелой но при этом не менее интересная если Господь Бог дарует мне здоровья силы то постараюсь сесть и начать работу по крайней мере над этой книгой поэтому я вот сейчас бы так бы ответил на этот вопрос не углубляясь чтобы потом самого себя не опровергать что называется потому что в процессе изучения этой темы могут открыться такие потаенные страницы что понятно да почему Маленков в отличие от Молотова и Кагановича так и не был восстановлен в партии а по-моему и Каганович не был восстановлен в партии я по крайней мере не слышал этого я не знаю это надо так сказать нашим высшим иерархам КПСС было задать этот вопрос вот сейчас Горбачев жив задайте ему этот вопрос дело в том что после того как они были исключены из партии а я напомню что это решение было принято на 22 съезде КПСС когда Хрущев уже во второй раз поднял вот эту антисталинскую истерию когда выступала эта чокнутая Лазуркина рассказывала про сновидения свои и разговоры с Лениным по поводу того что ему некомфортно лежать так сказать в одном мавзолее рядом со Сталиным и он ее очень просил решить этот вопрос Сталина после этого вынесли из мавзолея закопали за мавзолеем у Кремлевской стены а не в следствии этого а после этого а кто его знает все это делали ночью председателем комиссии кстати Шверника назначили тоже старика что называется он же был этим большевиком с дореволюционным стажем Николай Михайлович Шверник ну у нас вот к сожалению вот этот сервилизм он и раньше был а сейчас он вообще процветает понимаете люди боятся потерять свои насиженные места поэтому готовы молиться любому дьяволу противно это все вот мне как человеку это просто противно но не будем о грустном вот и их исключили из партии причем я замечу что Молотов был членом партии с 1906 года а Каганович с 1911 то есть это не были какие-то карьеристы которые вступили в партию большевиков ради должностишек окладов и всего прочего это были убежденные большевики ленинцы сталинцы которые тогда могли пойти и по этапу и в тюрьму и куда угодно понимаете только за это их можно уважать Маленков в силу возраста конечно в партию вступил уже после октябрьской революции по-моему если я не ошибаюсь в 21 что ли году по-моему но не буду врать не помню вот и они к каждому съезду уже после отставки Хрущева писали заявление да и не только к съезду но к съезду обязательно то есть обращались как бы к широкой партийной массе к делегатам съезда понятно что их письма не зачитывали это все носило такой как бы чисто ритуальный характер но когда умер Брежнев и Андропов то Черненко сам принял решение восстановить Вячеслава Михайловича в партии он его пригласил к себе в кабинет на старую площадь и лично вручил ему партийный билет и кстати есть такая книжка Феликса Чуева 140 бесед с Молотовым и Молотов ему там рассказал как проходила эта встреча что дескать Вячеслав Михайлович которому тогда было уже так 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 94 года вот это 84 год был он сказал Константину Устиновичу что он одобряет политику партии что новое поколение советских руководителей все правильно делает но но посетовал на то что что-то Константин Устинович как-то не очень хорошо выглядит при том что он был старше его на 21 год и действительно вскоре Константин Устинович отдал Богу душу а Кагановича и Маленкова не восстанавливали в партии но есть протокол заседания политбюро где этот вопрос был поднят его обсуждали и там кстати Устинов маршал Советского Союза это тоже был 84 год а во я вспомнил Устинов как раз вот все я вспомнил Устинов как раз на заседании политбюро сказал что тут ко мне Вячеслав Михайлович Молотов заходил я ему типа партийный билет вручал он поприветствовал нас передавал вам большой привет и сказал что мы все правильно делаем и здесь Устинов говорит а вообще бы надо и Кагановича с Маленковым типа вернуть в партию и там завязалась большая дискуссия именно там кстати Устинов сказал что Хрущев нанес нашей партии больше вреда чем все наши вместе взятые внешние враги и Горбачев кстати поддержал это дело он тоже плыл по течению единственное кто высказал сомнение правильности этого шага был Чебриков тогдашний председатель КГБ он сказал что этот шаг будет не очень позитивно воспринят в советском обществе да и зарубежные товарищи из наших братских компартий тоже могут задать нам вопрос а че это мы вдруг сталинистов восстанавливаем в партии и этот вопрос повис в воздухе то есть не сказали нет но не сказали и да а потом Черненко умер пришел к власти Горбачев и уже было не до этого поэтому Маленкова и Кагановича так до их смерти не восстановили я напомню что Георгий Максимилиан Шмаленков умер в 88 году ему 88 лет было потому что сейчас установлена дата точная его дата рождения думали что он второго года рождения он на самом деле 901 метрики нашли его в Оренбургском архиве областном нашли его метрики рождения он по старому стилю родился в декабре 1900 года то есть по новому стилю это самое начало января по-моему 8 января 1901 года а Каганович он был 94 года рождения они с нет нет 93 вру 93 он на год был старше Хрущева а умер он в 91 году он совсем чуть-чуть не дожил до 98 лет по-моему там ну буквально дней 20 что ли так что они ни тот ни другой не были восстановлены в партии но при этом они оставались большевиками правда говорят что Маленков в конце жизни ударился как бы в богостроительство ну слушайте он был уже старый человек они с женой вместе жена кстати Глупцова у него она была очень крупный ученый энергетик она же долгие годы возглавляла МАИ Московский энергетический институт в советское время МАИ это конечно была кузница кадров и очень престижный вуз вот сейчас он как-то ну в тени что ли а в советские годы кто поступал в МАИ это считалось престижно поступить в этот институт и учиться там то есть это был знак качества и создавал это МАИ во многом как раз вот его супруга была женщина очень образованная грамотная она во многом кстати способствовала карьере своего супруга так что вот таким вот образом что Евгений Юрьевич думает о национал большевизме а что имеется ввиду под национал большевизм движение видимо ну национал большевики Лимонова что ли что конкретно дело в том что существовало да и существует несколько как бы группировок национал большевиков и разные из них вкладывают разное понимание в свою идеологию например была такая группа национал большевиков не знаю насколько она сейчас сохранилась и существует которые поднимали на знамя имя Сталина и представляли дело таким образом что идеологом национал большевизма был именно Сталин более того в русском национальном движении вот эта тема была даже очень популярна именно они кстати стали первыми разделять Ленина и Сталина они говорили о том что это неверно типа соединять две эти фигуры что Ленин это был космополит плоть от плоти вот этого еврейско европейского социал демократического движения что он был плоть от плоти троцкистов зиновьевцев и так далее что у них со Сталином на этой почве были резкие расхождения и конфликты и что вот он если бы дескать не скончался там в 24 году то его бы расстреляли в 37 году но я вот утрирую но смысл понятен да откуда пошло вот это вообще а потом родилась вот эта байка о том что Сталин уничтожил всю Ленинскую гвардию в ходе репрессий 30-х годов к сожалению эту байку постят в том числе и уважаемые мною люди в частности Андрей Ильич Курсов я в этой части категорически я хочу это подчеркнуть категорически не согласен ни с Андреем Ильичом ни с другими моими товарищами Сталин не уничтожал более того он не ставил даже такой цели уничтожить старую ленинскую гвардию ибо он сам был плоть от плоти этой гвардии он сам себя считал не только соратником но и учеником Ленина и был тысяча раз прав в этом а Молотов не был учеником Ленина если он членом партии был с 906 года и ближайшим кстати соратником Ленина он когда стал кандидатом в члены Политбюро при Ленине в 21 году и вел протоколы заседаний Политбюро и сохранилось огромное количество записок Ленина адресованных именно товарищу Молотову хотя он его и критиковал например за бюрократизм в работе но в работе всякое бывает а что Каганович не был представителем Ленинской гвардии а Андрей Александрович Жданов который был членом партии с 15 года а Сергу Аджиникидзе член партии с 1904 года а Сергей Мирон Шкиров член партии с 1904 года а Валериан Владимирович Куйбышев член партии с 1903 года это все были большевики ленинцы именно большевики ленинцы которые вступили в РСДРП а потом после 12 года все стали членами уже большевистской партии как Сталин который был в 12 году на пражской партконференции кооптирован состав ЦК так что рассказывать сказки о том что Сталин намеренно уничтожал ленинскую гвардию это кого же Троцкого так Троцкий не был большевиком кто вам сказал что он большевик он примкнул к большевистской партии только в 17 году его вот эту группу межрайонцев в количестве 4 тысяч человек среди которых кстати был и небезызвестный Моисей Урицкий председатель Петроградской ЧК убитый в 18 году они все были приняты в партию только в августе 17 года на 6 подпольном съезде партии так что не надо постить всякого рода глупости и байки по поводу того что Сталин намеренно уничтожал ленинскую гвардию а Калантай я прошу прощения которая была послом Советского Союза я вчера только смотрел фильм с участием замечательной Юлии Борисовой посол Советского Союза она была членом коммунистической партии с дореволюционным стажем шверник тот же да полным полно людей которые прошли Калинин Михаил Иванович с чего люди взяли что Сталин уничтожал ленинскую гвардию если он пустил под нож извините там Каменева Зиновьева и компанию там с Бухариным но он пустил в данном случае врагов советской власти и советского государства которые получили по заслугам ибо нихера было заниматься подрывной антипартийной антигосударственной деятельностью и лепить заговоры против Сталина и его группировки вот о чем речь-то идет а в данном случае их заслуги прошлые что они были членами партии с дирекционным стажем никакой роли не играли вот и все разбавим немножко советскую тему кто-то говорит о Славате Юлаеве как о разбойнике башкиры считают его героем кем он был на самом деле ну естественно башкиры будут считать его героем причем они его не сейчас считают героем они его считали всю жизнь героем у них памятник Славату Юлаеву стоит шикарный в Уфе у них город даже есть целый носящего имя Слават ну под каким углом смотреть на Славата Юлаева если под монархически государственным углом конечно это разбойник бунтовщик сродни Пугачеву а если с позиции так сказать простого народа он естественно народный герой как Степан Разин как Емельян Пугачев защитник простых обездоленных и нищих так что это вот фокус зрения с классовых позиций на каких позициях вы сами стоите с таких позиций вы будете оценивать не только Славата Юлаева но и любого исторического персонажа так что вот я так бы ответил на этот вопрос правда ли что Берта Бородкина могла быть агентом Абвера в военное время ведь в ее биографии много белых пятен стал ли она жертвой политических интриг времен Андропова вы знаете вы бы мне сказали кто такая Берта Бородкина я ожидал этого вопроса я вам с удовольствием бы ответил но к сожалению я не знаком был с этой дамой о чем жалею потому что мне очень нравится ее имя и особенно фамилия Берта Бородкина на Нюрнбергском процессе была осуждена лишь верхушка СС были ли осуждены дивизии СС и почему сейчас национальные дивизии чувствуют себя вольготно в Европе ну во первых начнем с того что не национальные дивизии а дивизии Вафан СС это немножко другое СС была осуждена как организация я почему вы считаете что верхушка СС была осуждена помимо осуждения конкретных физических лиц Гесса Бормана этого Геринга Риббентропа ну и так далее были осуждены еще и признаны преступными целой организации гестапо ну и так далее в том числе и СС как организация а значит и все ее структуры значит и Баффан СС а почему они сейчас реабилитируются ну по-моему совершенно очевидный вопрос Европа всегда я это хочу подчеркнуть всегда беременна нацизмом и это не наследие 20-го и даже 19-го века вспоминайте например что вытворяли европейцы во время крестовых походов вспоминайте что вытворяли испанские конкистадоры да и британцы в той же Америке когда они ее открыли и когда они ее осваивали куда делись коренное население индейцы например Соединенных Штатов Америки сколько их осталось они всегда по отношению к иным нациям расам и народам выступали в роли не просто колонизаторов а преступников которые уничтожали целые народы это в порядке вещей это же строго иерархическое общество с огромным количеством так сказать степеней посвящения условно говоря мы даже не знаем сколько этих степеней и на каждой этой степени определенный уровень прав так сказать привилегий полномочий и всего прочего там где существует иерархическое общество там всегда будет фашизм социальный фашизм национальный фашизм какой хотите всегда будет кучка угнетателей и огромная толпа угнетаемых но все это будет очень тщательно скрываться причем как правило под вывеской демократии а почему так происходит а потому что в основе практически всех европейских народов лежит не территориальная община как у нас а кровно-родственная община а кровно-родственная община она чрезвычайно иерархична вот на базе этой кровно-родственной общины выстраивались и все государственные институты западной европы в том числе кстати католической церкви тоже чрезвычайно иерархичная структура с жесточайшим подчинением младших старшим вот отсюда все это и растет на сей счет есть отдельные исследования можно почитать и насытить себя так сказать фактуры я вам просто общий что называется вектор показал но тот человек все-таки уточнил что интересовала как раз именно Лимоновская партия а Лимоновская партия ну и что вы думаете о нем как о политическом деятеле и писателе я был знаком кстати с Лимоновым как политический деятель но он оказался слабаком потому что его движение умерло вместе со своим вождем особенно после того как он отсидел говорят Лимонов библии коллекционеру я не знаю этого я знать не могу он человек был не глупый человек свободно мыслящий в этом отношении он мне нравился он мне кстати дарил свою книгу еще в 90-е годы это я Эдичка я ее прочитал она на меня тяжелое впечатление произвела дело в том что я не люблю натурализм в литературе все-таки литература должна отличаться изысканным слогом и на мой взгляд в литературе действительно хорошей литературе должен быть масштабный сюжет даже если это коротенький рассказ потом я люблю в литературных произведениях стиль вот почему я обожаю Чехова непревзойденный стилист а все-таки лимоновское творчество это был такой как бы вычурный модерн с ярко выраженными элементами натурализма я такую литературу не очень люблю хотя я признаю что вот в этом литературном направлении лимонов занял свою нишу но он отнюдь не выдающийся русский писатель или писатель с каким-то мировым именем он действительно занимает определенное положение в литературе 20 века но не более того то есть он никогда не будет неким эталоном которого будут изучать в школе увы и ах как говорится но как человек он не импонировал по крайней мере тем что он внутренне был свободен с возрастом мне кажется он стал более мудрым и более уравновешенным спокойным а вот его такой как бы видимый экстремизм я думаю это все-таки шло от эпатажа внутренне он был человеком куда более содержательным чем внешне он внешне специально эпатировал для того чтобы привлекать к себе внимание вот по крайней мере у меня сложилось такое впечатление я все-таки с ним несколько раз общался и пару раз даже мы выпивали но я еще раз хочу сказать он у меня не вызывал особо большой симпатии но он у меня никогда не вызывал отторжения я к нему относился по-человечески довольно нормально то есть у меня не было с ним каких-то близких отношений и товарищеских уж тем более отношений мы с ним так сказать не участвовали ни в каких проектах но по крайней мере я его ценил вот как представителя что ли нашей отечественной культуры и нашей отечественной литературы даже не столько культуры может быть литературы или прозы вот так бы я даже сказал настойчивый человек задает этот вопрос уже передача передача оправда ли что в Бородинской битве артиллерийский резерв до 30% пушек не был использован из-за ранней гибели генерала Тучкова четвертого что и повлияло на исход битвы слушайте насколько я знаю там их Тучковых было 4 по моему брата или даже 5 вот он и говорит четвертого да 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 он погиб кстати в Бородинском сражении там 2 Тучкова погибли старший брат его он кстати командовал вот тем самым корпусом где служил его младший брат и он тоже погиб только он скончался чуть позже от ранений вы знаете мне трудно сказать на самом деле он действительно заканчивал артиллерийское училище и был гренадером но дело в том что во время Бородинской битвы насколько я помню он все-таки командовал пехотной дивизией а не артиллерийской дивизией поэтому вряд ли он мог отдавать приказы какие-то артиллеристам хотя вполне возможно что в этой дивизии были какие-то артиллерийские части но насколько я знаю артиллерийские части тогда все-таки имели отдельное командование тут надо отдать должное кстати нелюбимому многим Аракчееву Александру Андреевичу который сам был артиллеристом и в свою бытность военным министром еще до войны а потом и главой военного департамента государственного совета он сыграл в прямом смысле выдающуюся роль в реформе нашей артиллерии он увидел все изъяны этой артиллерии во время последней русской шведской войны которую он имел непосредственно отношение я имею ввиду войны 1808-го 9-го годов которая закончилась подписанием Фредерсгамского мирного договора и включением территории Финляндии в состав Российской империи и стал энергично ликвидировать как бы все изъяны нашей артиллерии и к войне 12-го года надо отдать ему должное наша артиллерия встретила что называется во все оружие вот так бы я ответил на этот вопрос но вы поймите я не военный историк я знаю о событиях разных войн ровно столько же сколько знает любой профессиональный историк который ну естественно занимался теми или иными эпохами вот такие тонкости связанные с теми или иными военными событиями сражениями битвами планами и так далее это конечно удел профессиональных военных историков поэтому подобного рода тонкости надо спрашивать у них либо у узких специалистов которые занимались именно эпохой наполеоновских войн изучением вот этих сражений поэтому то что я знаю о чем я имею представление я как бы вам сейчас и сказал кого из профессиональных историков могли бы посоветовать для изучения новейшей истории России после развала СССР слушайте но дело в том что по новейшей истории написано например была работа у Роя Медведева у того же Рудольфа Пихоя у того же Николая Соколова но я читал эти работы они у меня есть даже в библиотеке но мне кажется они носят поверхностный характер то есть это знаете как такой что ли журналистский репортаж то есть хронологическое изложение событий без серьезного осмысления раз и без документов потому что настоящее научное исследование может быть написано только на базе источников а этих источников в свободном доступе нету вот и все понимаете они не открыты просто для исследователей хотя бы вот например ельцинская эпоха все эти заседания совбеза например или заседания правительства или распоряжения которые подписывал там Черномырдин или там я не знаю Кириенко или указы которые издавал Ельцин я имею ввиду внутренние указы так что я думаю что серьезная работа по ельцинской эпохе будет написана не раньше чем через 20-30 лет но это мой взгляд чисто профессионального историка так же как вот сейчас я пишу по брежневской эпохе прошло вот 40 лет ну почти 40 лет со дня смерти Брежнева и вот только сейчас где-то там плюс-минус 10 лет появилась реальная возможность начать писать что-то более-менее научное поскольку во-первых вышло огромное количество мемуаров во-вторых все-таки появились уже что называется документы на которые можно ссылаться понимаете как вы относитесь к расследованиям Дмитрия Матвеева и госрозыску есть точка зрения что госсобственность за рубежом наши спихивали сознательно из-за хохлов я не знаю кто такой Матвеев меня эта тема абсолютно не интересует проехали а правда давай последний наверное вопрос да договорились я думаю что он будет короткий а правда ли что перед самой войной Сталин вызывал историка Тарле для разговора и тема его засекречена есть ли у вас предположения по теме разговора но дело в том что Сталин вообще встречался со многими представителями научной общественности и даже более того он состоял в переписке и с тем же Тарле и с тем же Варгой и с тем же Струмилином и так далее поэтому действительно между ними были встречи не зная насколько они встречались прямо накануне войны потому что Сталин же не думал что война будет 22 июня вы же поймите говорит вот правда ли он встречался накануне войны он мог с ним встречаться накануне войны не зная что значит будет война понимаете вот я думаю что он беседовал с ним во многом понятно на профессиональные темы например то что связано с войной было с нашествием Наполеона вот потому что Евгений Викторович считался крупнейшим специалистом по истории наполеоновских войн ну и вообще специалистом по истории войн которые вела Россия у него было в свое время ведь исследование посвященное шведской войне я имею ввиду северной войне при Петре I у него было исследование посвященное крымской войне у него было исследование посвященное и отечественной войне и заграничным походам у него были отдельные статьи посвященные например морским сражениям нашим экспедициям в разные части света Я думаю, что беседа их могла носить именно такой профессиональный характер, он у него наверняка интересовался обстоятельствами того, как Наполеон переходил границу, какие силы были задействованы и так далее. То есть чисто практические какие-то сюжеты, связанные с этой войной. Потому что я еще раз хочу сказать, что Сталин был человеком, конечно, широко разносторонним и человеком, которому, видимо, внутренне всегда была потребность общаться с профессионалами своего дела и все время заниматься самообразованием. И, естественно, преломлять полученные знания в своей практической работе, в своей деятельности. Поэтому беседа, я думаю, носила чисто профессиональный характер, связанный с исследовательской деятельностью Торле. Потому что он действительно работал в архивах, он действительно обладал уникальными познаниями в том, чем он занимался. Он действительно хорошо знал и историографию вопроса, не только нашу, но и, я имею в виду, французскую, например, тоже. Он же наполовину-то был француз. И он работал в том числе и во французских архивах, знал планы Наполеона в отношении России, да и не только в отношении России. Поэтому я думаю, что вот так. Но это, опять-таки, предположение. Может быть, где-то в архиве есть запись этой беседы, а может, она вообще не велась. Вы же имеете в виду, что не все протоколировалось. Зачастую Сталин с своими, так сказать, адресатами беседовал тет-а-тет без какого-либо протокола. Вот я, например, читал его переписку с тем же Варгой. Она сохранилась, почитайте, довольно любопытно. Сохранилась переписка, например, его со Струмилиным и со многими другими. С тем же, например, Маром он переписывался в свое время. Сохранилось богатое пистолярное наследие Сталина, которое было связано с перепиской со своими товарищами по партии. И не только после военного периода, но и до военного периода. Особенно много, кстати, писем 20-х годов с тем же перепиской от Джанекейдзова, Рашилова, Молотова, ну и так далее. Это вообще, кстати, была культура. Культура переписки. Это была неотъемлемая часть общения людей между собой. Кстати, по этой переписке можно судить о человеке во многом. Вообще о нем, как о личности. О том, что его интересовало, какой был уровень его интеллекта, образованности. Потому что одно дело, когда ты читаешь какие-то воспоминания и преломляешь свое ощущение о том или ином человеке через воспоминания других людей. Они, безусловно, носят субъективный характер. А другое дело, когда ты соприкасаешься с эпистолярным наследием самого человека. И ты уже через изучение или прочтение этого эпистолярного наследия сам себе, без посторонней помощи, как бы складываешь образ этого человека. Я думаю, что это куда более ценно. Спасибо. Да, я на этот вопрос. На прямой связи со студией «Аврора» был историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, большое спасибо вам за ваши ответы. Да, вам тоже спасибо. Никто там не прислал 9400 рублей. Нет, ну вот, кстати, по этому поводу я, конечно, как и всегда, благодарю наших спонсоров за поддержку канала. Но еще раз акцентирую внимание, что сам факт спонсорства или доната, который вы перечисляете, не является по умолчанию... Обязательным условием. Да, обязательным условием для того, чтобы у вас вопрос будет задан. Адекватность и содержательность его – это все-таки приоритетный аспект. Потому как вот вопросы в духе оправдали, что члены семьи офицеров и генералов царской армии брались в заложники большевиками для того, чтобы эти военные безропотно служили в Красной Армии. Ну, простите, вызывают только иронию. А для тех, кто присоединился к нам недавно, напоминаю, что запись данной трансляции будет опубликована у нас на канале и на канале Евгения Юрьевича в воскресенье в 10 утра. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Классовая борьба продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok